МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно Жигалишного кодекса Российской Федерации существует три способа управления многоквартирным домом. Первый способ – это управление домом управляющей организации. Второй способ – управление многоквартирным домом товариществом собственников жилья, товариществом собственников недвижимости или иным другим кооперативом – ТСЖ, ЖСК и так далее. И третий способ – непосредственное управление. Непосредственное управление – это там, где в доме до 30 квартир. Только там применяется. Понятно. Но на какой срок заключается договор управления многоквартирным домом? Договор управления многоквартирным домом заключается на срок от года до пяти лет. Это в том случае, если способ управления выбран на общем собрании собственников. Но если собственники не определились со способом выбора управления, то проходит конкурс. Согласно конкурсу, конкурс проводит у нас Департамент городского хозяйства. После того, как проведется конкурс, срок договора определяется от года до трех лет. Понятно. А как переизбрать вообще можно управляющую компанию? Управляющую организацию можно переизбрать, если управляющая организация не исполняет условия договора. Это первое. Но если уже по конкурсу прошли дома, то в течение года управляющую организацию переизбрать нельзя. Поэтому всем гражданам советую, кто еще не определился способом выбора управления многоквартирным домом, провести в срочном порядке управление, способ выбора управления многоквартирным домом и выбрать некую управляющую организацию, либо создать ТСЖ, ТСН и так далее, любой кооператив. То есть есть еще те, кто не определился? Очень много у нас еще. Порядка тысячи домов, 800 домов порядка не определились еще со способом выбора. Еще хочу сказать, что обязательно при проведении собрания, при переизбрании управляющей организации, нужно обязательно на собрании выносить вопрос о расторжении договора управления с предыдущей компанией. Потому что получается у нас задвоенные дома, вот мы разбираемся, у нас есть такие случаи, где еще та управляющая организация договор с ними не расторгли договор управления, а уже новую управляющую организацию выбрали. Получается и та управляющая организация обслуживает, и некая другая уже приступает к обслуживанию. У нас уже есть такие случаи, к сожалению. Но разбираемся, разъясняем людям. Еще хочу сказать, что при досрочном расторжении договора обязательно нужно указать в собрании, в протоколе собрания отразить, что приступить к управлению, ну хотя бы месяц дать, потому что предыдущая управляющая организация должна расторгнуть договоры, потому что это не так просто. Ну в течение месяца. Это срок, за месяц, да, обычно месяц дается. Да, а в каком случае управляющую организацию нельзя перевыбрать? То есть вы говорите, вот есть по конкурсу год. Если по конкурсу, у нас уже порядка 480 домов определились по конкурсу, в течение года эту управляющую организацию переизбрать нельзя. Нет, ну естественно, через суд можно все. Понятно. Через суд это понятно, можно все. Если она же тоже не будет исполнять условия договора. Это у нас статья 450 Гражданского кодекса уже Российской Федерации. Ну также обращение к нам и так далее. А так в любом случае год придется ждать, если без суда. Да, если без суда, то только через год можно переизбрать эту управляющую организацию. Хорошо. Обязательно ли предоставлять в Госжилонадзор Севастополя купе реестров членов ТСЖ, ТСН? Обязательно. Согласно 138 статьи Жилищного кодекса, пункта 9, что все ТСН, ТСЖ обязаны в течение первого квартала были предоставить, то есть последний срок был 31 марта, обязаны предоставить в Госжилонадзор списки членов ТСН, ТСЖ и так далее. Для чего объясню? Потому что Госжилонадзор проводит мониторинг и смотрит, потому что все ли члены ТСЖ, ТСН, потому что многие предоставляют списки некачественные, неполные списки предоставляют. Мы копии реестров собственников не требуем, но председатель ТСЖ, ТСН имеет право под свою подпись нам предоставить все списки. Ну а каким нормативным документом регламентировается обслуживание внутридомового газового оборудования? В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила пользования газом на квартирном доме. Это и внутридомовое газовое оборудование, и внутриквартирное газовое оборудование. Утверждены постановлением 410 правительства Российской Федерации от 1 июня 2013 года. Там предусматривают ответственность за незаключение договора со специализированной организацией на обслуживание внутридомового газового оборудования. Это какой-то управляющей организацией, либо ТСН, ТСЖ. Или собственники напрямую должны заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. За это будут привлечены также к административной ответственности и опять же негативные последствия, потому что техническое обслуживание, газовое оборудование необходимо проводить. Специализированная организация смотрит, прошла ли проверку то или иное оборудование газовое, срок службы ее не истек, исправно ли, не исправно ли, имеется ли переоборудование, перепланировка, перенос согласно техническим условиям и так далее. За это предусмотрено, за нарушение предусмотрена ответственность также административная. Так, сейчас я скажу, записала себе. По статье 7.22 нарушение правил содержания ремонта жилых домов и жилых помещений. Это на должностных лицах первый раз от 4 до 5 тысяч, на юридических лиц от 40 до 50 тысяч. Также уже, если повторно, то на должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч, а на юридических лиц от 150 и до 250 тысяч. Также тут смотрят самовольное подключение газового оборудования. Опять уже были случаи в Российской Федерации буквально на той неделе, что, не на той неделе, а буквально на выходные, что взрыв газового оборудования уже произошел. Это, да, это от нерадивого либо обслуживания управлениями на квартирном доме, либо собственник также что-то перепланировал. Это очень серьезные вещи. Но к этому надо относиться серьезно, конечно, ответственно. Очень серьезно, да. Необходимо обязательно заключить договор. Там в зависимости... Ну, у газовой службы, у Севгаза, у нас на территории города Севастополя, Севгаз заключает договоры. Там расценки у них утверждены. Так что... Ну, собственно, они присылают, я так понимаю, людей прямо на дом, да? И они могут заключить этот договор. Ну, конечно, заключают договоры. Ну, просто у меня была именно такая ситуация. Да, либо на дом приходят. Еще также ответственность идет на граждан за недопуск специализированной службы на проверку. Многие у нас граждане не пускают специализированную организацию. Опять же, можно позвонить, уточнить Севгаз, когда к ним придет проверка. Или есть ли этот работник проверяющий. Ну, также можно уточнить, чтобы от мошенников... Ну, опять же, для телезрителей уточним, да, что всегда нужно проверить документы, когда человек приходит, чтобы не оказался мошенник, потому что это уже много раз обсуждалось. То же самое, и также и наши службы выходят, удостоверение, либо приказ, распоряжение и так далее. Начальнику ГУДЖОНОДЗУРа обязательно проверять документы. Понятно. В том случае, чтобы не было каких-то мошеннических действий. Да, вот по поводу совета многоквартирного дома, расскажите поподробнее, кто создает советы. Они у всех должны быть или нет? Да, совет многоквартирного дома, особенно в том случае, если третий способ непосредственного управления до 30 квартир, до 4 квартир совета многоквартирного дома не требуется. Свыше 4 квартир и до 30 обязательно нужно на общем собрание собственника выбрать совет наквартирного дома. Из числа собственников соответственно. Это главное условие. Также избирается председатель этого квартирного дома и так далее. Председатель несет ответственность также. Он же созывает общее собрание, предлагает гражданам на общем собрании, следит за управлением домом, следит за исполнением договора управления этим квартирным домом, если способ выбран управляющей организацией. Также обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещения. Все вопросы выносят на общее собрание собственников. Также предоставляет собственников помещения предложение по вопросам текущего ремонта и так далее. Содержание ремонта этого квартирного дома. Он несет некую ответственность. Потому что также, если собственники не выбрали какой-то из способов управления, то есть управляют сами этим на квартирном доме, непосредственно управление, они обязаны также заключить договоры уже на внутридомовое газовое оборудование и на внутриквартирное. Уже каждый собственник заключает с некой организацией со специализированием, опять же, обслуживание газового оборудования. Это делают они уже самостоятельно. Уже самостоятельно. А председатель и совет на квартирном доме должны следить, чтобы каждый собственник заключил договор. Также на вывоз мусора, как у нас зачастую бывает, мы ничего не выбрали, мы ничего не заключали и так далее, ни за что не платим. Также, чтобы на вывоз мусора был обязательно договор. Если в доме есть лифт, обычно до 30 квартир лифта нет. Но все равно на диротизацию, на дезинфекцию и так далее, на текущий ремонт. То есть, та же ответственность, председатель советов на квартирном доме несет, та же ответственность, как и управляющая организацией ТСН, ТСЖ, то же самое. Просто люди сами хотят, то они сами за все отвечают. А в совет кто входит? То есть, это все жильцы, все владельцы? Нет, совет на квартирном доме, там много способов, можно по подъезду, каждого по подъезду, это уже люди сами должны решать. Но не менее трех человек должно входить вместе с председателем, чтобы какой-то курум был. То есть, председатель этот за весь дом отвечает и плюс еще ответственный по каждому подъезду? Совершенно верно. Ну, у них совет на квартирном доме и избирают председателя советом на квартирном доме. Уже из числа собственников выбранных. Ну, понятно, это, в общем, свой такой совет, где председатель на высоком уровне работает, при этом советуется уже с подъездом. Совершенно верно. Но все равно выносят все на общее собрание собственников. Все равно у нас один председатель и один совет дома не может ничего решить без общего собрания собственников. Они решают, предлагают, следят, но все равно выносят все решения на общее собрание собственников. Общее собрание собственников – это у нас высший, как говорится, закон на квартирном доме. Понятно. Ну, хорошо. Что касается перепланировок и реконструкций, какая там сейчас ситуация? Разрешение? Да, сейчас у нас немножко изменились по перепланировке, по реконструкции. То есть у нас сейчас Департамент архитектуры и градостроения уже такую услугу оказывает гражданам. То есть, опять же, повторюсь, что три документа нужно, независимую экспертизу, свидетельство о собственности и из БТИ, уже с перепланированным виде. Там они просто БТИ ставят, что перепланировка выполнена незаконно. И направляются в Департамент архитектуры на музыке 98. То есть они там также уже дают разрешение. Мы говорим о той перепланировке, которая не нарушает конструктив здания, не влечет угрозу граждан. Ведь у нас же есть такие перепланировки, такие строительства и реконструкции, которые могут нанести вред гражданам. Не дай бог там несущие стены какие-то и так далее. Не дай бог, разрушенные совершенно верно. Мы говорим о перепланировке именно внутри квартиры, внутри чьей-то частной собственности. Также или увеличение балкона, или пробивка выхода дополнительного какого-то из своей квартиры и так далее. Ну, как говорят, пристройка, да? Пристройка, да. На первом этаже обычно делают. На первом этаже то же самое. Нужно обязательно обращаться в Департамент архитектуры в первую очередь. Понятно, спасибо большое. Спасибо большое. Нас не остается времени. Спасибо, что пришли и донесли, рассказали полезную информацию. Хорошо, спасибо. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом «Севастополь». Я напоминаю, мы общались с начальником главного управления Государственного жилищного надзора города Севастополя Галины Ивановны Чагиной. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин